Строительство новой мечети началось в первый день священного месяца Рамазан в поселке Уштубе Бухаржуравского района. Будущий мусульманский молитвенный дом рассчитан на 300 человек. Планируется, что возводиться мечеть будет на благотворительные средства, которые каждый желающий может перечислить на специальный счет. Стоит отметить, что на спецсчет уже начали поступать необходимые средства людей, желающих внести свою лепту в благое дело. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Один из предпринимателей Караганды, к примеру, предоставил 10 тонн цемента. Ну а Аким поселка пообещал, что будущая мечеть будет обеспечена питьевой водой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мечеть будет вмещать в себя более 300 человек. Здесь будет зал для мужчин на 250 мест и зал для женщин на 60 мест. Также в здании будут расположены два учебных кабинета и столовая на 200 человек в цокольном этаже. Мы думаем, что за лето мы успеем поднять стены здания и перекрыть крышу. Ну а через год передадим мечеть на пользование всем мусульманам. Мечеть будет выглядеть именно так, говорит главный имам. По сравнению с мечетью, которая существует в поселке сегодня, этот молитвенный дом вместит в себя всех мусульман местности. До этого времени местным верующим приходилось стесниться в небольшом двухквартирном доме, который когда-то был передан одним из местных жителей. В праздничные дни большинство собиралось во дворе здания, так как внутри уже не было мест. Главный имам области, который приехал специально для закладки первого камня, отметил, что благое дело, начатое в священный месяц, будет увеличено в многократном размере. Всем, кто постится в этот день, мы желаем, чтобы Всевышний принял ваш пост и услышал все ваши благие деяния. Те, у кого не было возможности начать пост с первого дня начала священного месяца, всегда есть возможность начать его в любой другой день Рамазана. И восполнить упущенные дни в другом месяце. Продолжая свою речь, главный имам области поздравил всех с началом строительства мечети и рассказал о том, что каждый верующий в этот месяц должен посвятить себя духовному совершенствованию. Во время светового дня воздерживаться от пищи и воды. Но самое главное – это духовное очищение. Необходимо проявлять терпимость ко всему и всем, учиться прощать обиды и не причинять боль другим людям. Стараться делать добро, проявлять сострадание к нуждающимся и по возможности помогать им. Айнур Нурман Галиева, Жахслав Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.